А когда Россия вооружала Баку и подстрекала к войне, это было окей. Подписывайтесь на наш YouTube-канал RussiaDeficeArceg.ru Госпожа Мария Захарова на очередном брифинге в среду 19 июня обвинила Францию. Париж провоцирует очередной виток вооруженного противостояния на Южном Кавказе. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 19 июня, комментируя контракт на закупку Армении французских самоходных артиллерийских установок СИЗР. Захарова назвала этот контракт еще одним шагом по провоцированию эскалации. Франция руководствуется не интересами Армении, не интересами даже одного народа. Ничего подобного. Париж стремится использовать имеющие разногласия, противоречия внутри стран или между странами в качестве инструмента для достижения собственных конъюнктурных целей. Вопрос к госпоже Захаровой. Поставляя нацистскому бакинскому режиму наступательные вооружения на многие миллиарды долларов в 2005-2018 годах, Смотри парадоксы двойного стандарта, Кремль не провоцировала очередной виток вооруженного противостояния на Южном Кавказе. Как очевидно, апрельская война 2016 года и 44-дневная агрессия Тройственного союза Баку-Анкары международных террористов против Нагорного Карабаха и Армении в 2020 году. Агрессия против НКР в сентябре 2023 года. Три явных ответа на наш вопрос. Одновременно Гажа Захарова поправила своего шефа М. Галузина, который ранее заявил, что переход Армении под зонтик США и НАТО сделает невозможным сохранение единого оборонного пространства с РФ и в рамках ОДКБ. «Смотри, Галузин, переход Армении под зонтик США разрушит единое оборонное пространство с РФ. Признавать провал собственной политики Галузин не желает». Захарова прокомментировала. «Россия не отказывается от контактов с Арменией в военно-технической сфере». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге по поводу заявления замглавы МИД РФ Михаила Галузина и слухов о том, что Россия может отказаться от любых переговоров с Арменией по поставкам оружия. «Да, Маша, знать она сильна, коль поправляет своего замминистра Галузина. Или просто господин Галузин очередную глупость сморозил». Продолжение следует...